Здравствуйте! Сегодня наступило время третьей обломки, или можно так сказать, допустимой нагрузки виноградными побегами или зелеными побегами на виноградный куст. В данном случае этот виноградный куст Донские зори. Нагрузка побегами разрешается 45-50 побегов зелёных. В основном на верхних побегах идут по два соцветия. Побег мощный. Я пока так и оставляю по два соцветия, а там будет видно. Потому что если сейчас оставить по одному соцветию, то вот наподобие вот этого побега он будет просто жировать. А так видим, здесь два соцветия, и он спокойно их тянет. Сразу пасынки выламываем, если где замечаем. Отщипываем устики верхней части. Давайте посмотрим в нижней части, как здесь. Вот так выглядит в нижней части. Расстояние между побегами в среднем около 15 см. Здесь в среднем меня оставлено где-то 40 побегов. Это третья выломка, и это не значит, что уже окончательно нормировка на данный куст. Каждый смотрит по виноградному кусту и допускает ту нормировку, которую может вытянуть данный куст. Здесь есть три соцветия. Третье соцветие смело удаляю я. Два соцветия пока оставляю. Там будет видно. Пасынки все убираем. Здесь видим два соцветия. Этот побег смело потянет два соцветия, и поэтому здесь я ничего не буду делать. Так и оставлю. Нагрузка двумя соцветиями. А там будет видно. Устики удаляем, пасынки удаляем. И делаем привязку. Привязываю я вот такой проволокой. Вот такая медная проволока в изоляции. Нарезку ее произвожу очень быстро. Если кому это интересно, можно посмотреть по ссылке вверху, как сделать станок для нарезки проволоки. И вот так вот обматываю два-три раза вокруг проволоки. И делаю такой зажим скобочкой. Раз, вот такой. И все. И она удерживает. Давайте вот дальше посмотрим, что здесь делается. Вот на этом побеге видим два соцветия. Побег не очень развивается, поэтому верхние соцветия я просто прищипываю. Или удаляю, можно так сказать. Вот все. Взял и удалил. Одной грозе достаточно на таком слабо развивающемся побеге. Этот посильнее побег. Здесь пока нагрузка двумя соцветиями. А там будет видно. Здесь одно соцветие я отщипывал. А на этом сильном побеге удаляю пасынки. Они сейчас хорошо выламываются, эти пасынки, чтобы потом не было загущения. И оставил два соцветия. Потом буду видеть по ходу действия, оставлять эти два соцветия или нет. Выломать соцветия всегда не поздно. Но если будет дешевровать данный побег, это хуже, чем перегруз. Потому что перегруз я всегда могу в любое время удалить это соцветие. Или грозью потом удалить. Вот здесь видим слабенький побег. У меня нагрузки тут так и достаточно. Местами есть по два соцветия. Удаляю. Пока хорошо идет выломка. А так выламываю. Не жалеем. Загрузенность тоже не нужна. И слабенькие побеги тоже не надо оставлять. Этот слабый побег мы, как видим, удаляем. Он не нужен здесь. Так сделал нагрузку необходимую. Побег от побега на расстоянии в среднем около 12-15 см. И с той стороны тоже самое. Там я уже подвязал. Но это не значит, что это уже окончательная нормировка зелеными побегами на виноградный куст. Работа еще продолжается. В процессе просмотра буду удалять соцветия или побеги. Ну вот и все, что необходимо знать для начинающих виноградарей. Необходимо соблюдать ту норму, которая заложена в каждом сорте винограда. Кто желает получать известие о добавленных мной новых интересных и полезных видео, то подписываемся на мой канал. До свидания.